Очень важно понять, что приходит время, и судьба может привести человека к стрессу. Что такое стресс или жестокая судьба? Это состояние изменения веры. Вот каждый человек думает, что у него вера правильная. Ну, допустим, ты выбрал какую-то религию, идёшь этим путём, думаешь, что у тебя правильная вера. Но мы не знаем, на самом деле, нашу веру в глубине, в сердце, потому что вера зависит от того, на что ты настроен. Вот, допустим, если ты закрываешь глаза, спать ложишься и думаешь о кошечке, значит, ты веришь в кошечку. Если ты закрываешь глаза, думаешь о мужа, значит, ты веришь в мужа. Если закрываешь глаза, спать ложишься и думаешь о гражданстве, значит, веришь в гражданство. Закрываешь глаза, спать ложишься, думаешь о работе, значит, веришь в работу. И так далее. Человек должен закрывать глаза и думать о Боге. Значит, он верит в Бога. Но если вера не совсем проработана, человек, он уверен, что он верит в Бога, но у него в сердце всё равно вера. То есть есть две веры. Одна в твоей памяти, то есть одна в твоём намерении, а другая в твоём сердце. В сердце старая вера, которая у нас была раньше, а в намерении новое, которое мы себе вырабатываем. Так вот, для того, чтобы эту новую выработать, для этого нужна жестокая судьба. Потому что жестокая судьба — это такая хирургическая операция, с помощью которой меняется вера. Как это работает? Я сейчас объясню. Вот, допустим, от вас уходит муж. Да? И жизнь даёт трещину, жёсткая просто. Вот жизнь до и жизнь после становится. Всё. Ты как бы другая жизнь наступает. Всё. И у тебя какая мысль? Надо вернуть мужа. Но жестокая судьба не даст тебе вернуть мужа. Никаких шансов. Просто нет. Если, допустим, у тебя испортило здоровье, жестокая судьба не даст восстановить здоровье. Если у тебя нет гражданства, жестокая судьба не даст тебе гражданство. Если у тебя плохая, допустим, ситуация какая-то, жестокая судьба не даст тебе её исправить. Это жестокая судьба. Жестокая судьба — это очень категоричная ситуация. То есть выходите из бассейна или я вызываю полицию. Это уже жестокая судьба. И она бывает тогда, когда неправильная вера. То есть я включил правильную веру, никто из бассейна не выгнал. Ну то есть очень важно понять такую вещь, что нужно понять, зачем она нужна вообще. Кто такая жестокая судьба? Жестокая судьба — это такая сила, непреодолимая сила, идущая от Бога. И эта судьба является самой главной в жизни. Вот в жизни есть время для нас, когда у нас всё получается. А есть время для Бога. Это время для Бога в нашей жизни, это жестокая судьба. Когда у тебя ничего не будет получаться, пока ты не станешь таким, как Богу надо. И Он таким образом цель твоей жизни выполнит. И жестокая судьба, она очень принципиальная. Или выходи из бассейна, или сейчас мы тебя тут повяжем, вообще в тюрьму посадим. То есть жестокая судьба очень принципиальная. И человек должен подчиниться её воле или поменять веру. Её не переборешь. Она сильнее человека. Она сама отпускает ситуацию по своей воле. Молиться? Да. Нужно очень сильно помнить о Боге. И в памяти о Боге, в молитве человек постепенно развивается, поднимается на определённый уровень, который Бога устраивает, и дальше всё возвращается назад. Как просто, как будто ничего не было, как наваждение. Это удивительно, как работает жестокая судьба, непреодолимая сила, и потом раз, всё отпускает, и всё вернулось. Вот поднимите руку, у кого так было. Вот непреодолимая сила, потом раз, всё отпустило. Это значит, что вы сдали свой экзамен. То есть, очень важно понять, что когда действует жестокая судьба, не надо дёргаться. Ты начинаешь возвращать мужа хуже. Не возвращать мужа, пошёл вон ещё хуже. То есть, только молишься и просто никого не трогаешь. Когда действует жестокая судьба, не рыпайся. Иначе будет только хуже. Понимаете? Это как есть такой вид стягивания, когда человека связывают, есть такие узлы, когда ты пытаешься развязать, он туже становится. И вот так действует жестокая судьба. Усвойте этот принцип. Если пришла такая судьба, а как определить, что жестокая судьба пришла? Жестокая судьба, когда приходит к человеку, она сопровождает насилием, нарушением заповедей. Вот всё, что Моисей на скрижалях принёс, это про жестокую судьбу. Если ты изменяешь, если ты отравил кого-то или совершил насилие, то ты в следующей жизни или в этой жизни попадёшь под влияние жестокой судьбы. А жестокая судьба сопровождается как раз такими же людьми. Муж изменил, у тебя отнимают собственность, у тебя отнимают жильё и так далее. То есть тебя хотят зарезать, убить. Это жестокая судьба. Понятно? Сознание, если ничего нет, и появляется жестокая судьба. Да, у нас на фоне ничего может появиться. То есть она появляется, но она сопровождается именно нарушением заповедей. Вот обычно человек в жизни живёт, и никто не хочет зарезать, никто не хочет его бросить, предать. Вот. Всё вроде нормально. Но когда приходит жестокая судьба, этот же самый человек видит, что оказывается не так. Вот обычно человек доверяет судьбе. Вот вы, допустим, садитесь в самолёт, говорите, всё будет хорошо. Это значит, вы доверяете судьбе. Или замуж выходит, всё будет хорошо. Доверяйте судьбе. А когда жестокая судьба приходит, то человек удивлён, потому что обычно всегда он доверял судьбе, и всё получалось. А тут опс. И наоборот. Ты доверяешь людям, а они тебя предают при этом. То есть через людей же судьба действует, и они тебя предают. Это жестокая судьба. Привет, как бы чава, бомбина, ссори. Ну, то есть, привет, я жестокая судьба. А болезнь, это тоже жестокая судьба или нет? Нет, разные болезни. Бывают простая судьба, её легко вылечить. Жестокая судьба, это вот, допустим, простой геморрой. Вылить, выступил, ты думаешь, да сам залезет, а он не залазит. Ты лечишь, тоже не залазит. А если начал дёргаться, он ещё вылазит. И только молитва поможет. Ты молишься, 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 и раз, ты дошёл до определённого духовного уровня, и всё от тебя отступило. Пустило. КОНЕЦ ФИЛЬМАНИЯ